Всем доброе утро, вы на канале София Ларсен, и сегодня у нас будет влог. Так, совсем скоро начнется новый учебный год, и я решила переделать все дела, которые запланировала именно на август. И знаете, мне кажется, вот эти вот дни до 1 сентября у меня будут довольно-таки напряженные и загруженные, потому что, опять же, я запланировала слишком много всего, что мне нужно сделать, и поэтому в эти дни я буду усиленно снимать влоги и показывать вам полностью свою жизнь. 28 число, мне кажется, за сегодня у нас будет довольно-таки продуктивный день, поэтому предлагаю приступать. Первым делом мне как раз-таки нужно выставить парочку сториз в Инстаграм и также снять два видео в ТикТок. Это такие, знаете, два самых главных задания вообще каждый день, которые у меня происходят, потому что на это я уделяю много времени и много своих сил, скажем. Вот, поэтому сейчас нам нужно немножечко поработать именно с контентом. И вот такая вот красота пока получается. Это все положила для сториз, знаете, это так все красиво, не знаю. В общем-то, я обожаю эти кружки, я сейчас напомню, что она перевернется сейчас все, но я надеюсь, такого не случится. Налила сюда молоко и также мои любимые крендельки с кунжутом. Просто невероятно вкусно. Деревянная подставочка и книжечка для красоты, поэтому мне кажется, все очень-очень красиво. Так, я все поснимала то, что хотела, поэтому сейчас я хочу погладить, потому что вчера и сегодня у меня довольно-таки обильная глажка, скажем. Но из-за того, что я решила как раз-таки перетирать все свои вещи перед школой, чтобы потом было легче все это, знаете, разбирать что ли. И я такой человек, что если я постирала, то мне нужно сразу ее погладить, чтобы оно сразу уже было готовое. Вчера у меня сильно было много вещей, и сегодня тоже немало, поэтому нам сейчас нужно это быстренько все перегладить. Субтитры сделал DimaTorzok Если честно, я полностью довольна, потому что я перекладила просто всю одежду, которую планировала, просто не может не радовать, поэтому, если честно, уже очень-очень такой, знаете, признак для хорошего настроения. Хотя завтра у меня опять будет глажка, потому что будет стирка, опять же, и, соответственно, глажка. Знаете, она не будет так накапливаться сильно, и поэтому я буду успевать все переглаживать, опять же. Я хочу провести вечер максимально как-то спокойно, атмосферно, уединенно, и поэтому сегодня у нас будет именно такой вариант, потому что я еще хочу лечь пораньше, именно из-за того, что мне завтра нужно будет идти в школу, и я, опять же, буду снимать влог, поэтому нужно быстренько переделать все дела. А сейчас я хочу посмотреть серию сплетниц. Вы знаете, насколько сильно я обожаю всю эту атмосферу, поэтому сегодня мы с вами как раз-таки будем смотреть, и параллельно как раз записать кое-что в ежедневнике. И сейчас я просто обожаю такое, поэтому предлагаю начинать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И мне на самом деле кажется, что мне вот именно настроение перед школой поднимают такие, знаете, обыденные и простые вещи. Я не знаю, как это со мной работает, но почему-то так было просто постоянно. Как раз остается пару дней до школы, мне поднимает настроение просто все, и, знаете, вся моя рутина доставляет какое-то особенное удовольствие. Я не знаю, просто как-то по-другому начинаешь ценить все моменты, что ли. Просто посмотрев половину серии сплетницы, заполнить немного ежедневник. Конечно, зажечь мою любимую свечу за последнее время. Знаете, у нее такой прекрасный запах. Я, если честно, покупаю только в одном инстаграм-магазине еще свечи, потому что мне просто безумно нравятся вообще все запахи, и то, как они действуют, что ли, на меня, скажем. Ну и деревянные фитилии я просто начала обожать всей душой. Также, в принципе, вообще эта свеча имеет очень такой, знаете, ненавязчивый запах. Тропическими фруктами, гвоздикой и еще что-то было. Но, если честно, просто запах невероятный. Вот и все. Абсолютно ненавязчивый. В комнате он ощущается очень легко. И я такие свечи просто обожаю. Были не сильно навязчивыми. Поэтому обожаю все, что связано с этими свечами. И сейчас мы будем уже заканчивать наш вечер. У меня остается всего лишь одно ожидание на сегодня. Это именно чтение. Если честно, я люблю читать больше утром и днем, но все же какую-то часть страниц я оставляю именно на вечер, немножечко отдохнуть и вообще отвлечься от телефона. Сегодня нам нужно прочитать буквально 10 страниц, потому что за утро и день я прочитала более чем достаточно. И меня полностью это устраивает. Я еще не рассказывала ни в одном из влогов, что я еще считаю книгу «Джейн Остин. Чувство и чувствительность». Только рассказывала в предыдущем видео про книги. На тот момент я прочитала только 10 страниц. Сейчас я уже прочитала больше половины книги. Я могу сказать, что это просто что-то с чем-то. Мне кажется, я немного устала именно от всех этих романов. И мне хочется почитать каких-то детективов, Агата Кристи и так далее. Но тем не менее, опять же, «Джейн Остин» просто прекрасно. Вот и все. И книга тоже просто неимоверно чудесная. Очень надеюсь, что меня устроит концовка. Я так рассчитала страницы, что я засчитываю именно 31 августа, чтобы уже с 1 сентября начать новую книгу. Это будет очень интересно, поэтому давайте сейчас немного почитаем. Субтитры сделал DimaTorzok Просто прочитала 10 страниц. Меня это более чем устраивает, потому что, опять же, то, что я запланировала, я прочитала. Поэтому очень даже неплохо. И весь вечер у меня будут такие более спокойные дела, потому что я планирую именно, опять же, помыть голову, делать весь свой ход за собой, смотреть сплетницу и, возможно, немного YouTube. И просто отдыхать и лечь немного пораньше спать. Мне безумно приятно, что вы провели этот день вместе со мной. И я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Ну и на этом было все. С вами была ваша Сфи Ларс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok